Всем здравствуйте, здравствуйте! Мы приветствуем директора дилерского центра Мордовии. Хотела сказать, платиновый директор в голове. Ну, значит, будет у нас платиновый директор Любовь Михайловну Борисову, у которой богатый колоссальный опыт, очень хорошие отношения складываются с людьми, её все любят, за ней все идут. И она очень многим людям помогает. Она тут поделится своими и результатами, и опытом. Делись, какие у вас наработки, что у вас хорошего, ценного. Делись, всё, запись пошла. Хорошо. Здравствуйте. Всем доброго субботнего утра. Я сегодня хочу с вами поделиться своими наработками по плотным тапам. В связи с тем, что сейчас на денёчке мы все вышли на всю, и всё население вышло на улицу, гуляет, ходит, отдыхает. И в этот период очень важно работать. Я работаю по холодной контактам людей на две категории. Людей молодого возраста до 40 лет, и людей моего возраста, так скажем, 40, плюс и выше. И вот у меня разные методики, очень отличные методики по работе с этими людьми. Я кратко расскажу, как я с молодёжью. Первое. Молодёжь, как правило, если сделать анализ, здоровье на сегодняшний день не интересует. Они ответят, что мы здоровы, и о лучшем они не занимаются. Я, как правило, не знаю, что их интересует. Их интересует дополнительные задачи. Перед тем, как выйти на улицу, нужно обязательно посмотреть на свой внешний вид. Здесь нужно одеться по-классически, по-деловому, значит, и не забыть с собой взять улыбку и доброе настроение. И, как правило, общаясь, идём мы в парк, идём где-то, где-то в библиотеку, значит, в РДК, в различные театры, музеи, в общем, в те места, где скапливается в основном наша молодёжь. И каким методом мы работаем? Первое. Я подхожу, конечно, я подхожу тоже к людям, смотрю на них внешний вид и более стараюсь по своему как бы мировоззрению смотрю, как они. Я стараюсь подходить к людям более активным, улыбчивым, таким, у кого настроение, доброжелательное настроение. Те, которые идут так угрюмно, я их пропускаю. Подхожу и говорю, здравствуйте, у вас есть минуточка времени? А что? Человек, который задает уже, да, есть, кто-то проходит мимо, а кто-то останавливается, и вы сразу, кто перед вами остановился, вы ставьте, как бы перегорождайте им дорогу. Он говорит, да. Я говорю, я ему говорю, сейчас у нас открывается новый бизнес-проект. Вас интересует дополнительный доход? Как правило, человек отвечает, да, молодежь. Если я отвечаю, мы, я ищу новых, подприимчивых, активных, молодых людей для своего бизнес-проекта. И если вас интересует дополнительный доход, пожалуйста, вы можете мне дать свои контакты, телефончик, мы с вами свяжемся, потому что сегодня у меня времени мало, я только подбираю людей. Если вас это интересует, дайте мне, пожалуйста, ваш телефончик, я на этот телефончик вам вышлю информацию о нашем бизнес-проекте, и мы с вами назначим дополнительную встречу для более такого конструктивного разговора. И как правило, человек, если он мне отвечает, да, интересует бизнес-проект, да, интересует, как бы, дополнительный заработок, как правило, пожалуйста, меня зовут Люба, вас как зовут? Он отвечает, как меня зовут, например, да, и тот же, пожалуйста, давайте мне ваш телефончик. И он с удовольствием дает телефончик. Самое главное, я здесь говорю, не надо давать человеку в этот момент информацию. Чем больше, если бы много информации будет давать, человек не придет, не заинтересуется, или он просто пропустит и пройдет мимо, потому что на данный момент, когда человек куда-то спешит или где-то идет, и он, ну, его мозг как бы не воспримет вашу информацию. Здесь главное взять у человека контакт. Человек дает вам телефон, и я говорю ему, спасибо вам за телефон, как вас зовут, например, Катя. Катя, я сегодня вечером вам вышлю небольшую информацию о нашем бизнес-проекте. Если вас это заинтересует, мы с вами свяжемся для более конструктивной встречи. Или, другими словами, мы с вами свяжемся для собеседования. Она хорошо-хорошо, все, я записываю этот телефон. Итак, в течение дня я, как правило, себе ставлю план взять 10 таких контактов. Почему я не беру больше? Потому что с этими людьми нужно проработать. Есть категория людей, возьмут контакты и забывают. Если вы на следующий день пообещали человеку дать информацию на его телефон по онлайн-связи, то нужно обязательно это выполнить. Что я после делаю? Я потом, у меня есть такой мини-эмэл, наш бизнес-проект, то есть по биозану на 18 минут. Большие информации я не даю, а именно ссылаю вот этот. Есть у нас там в интернете такой ролик, где маркетинг-плант 18 минут. Вот эту информацию я высылаю этому человеку вечером. Высылаю, и на следующий день утром я обязательно звоню этому человеку. Я говорю, здравствуйте, если вы, Катя, как, вы просмотрели мою информацию? Да. Вас заинтересовала данная информация? Она говорит, если человек говорит, да, я говорю, давайте встретимся, когда вам удобно. Она говорит, вот такое-то время. Я говорю, давайте встретимся для собеседования. И я уже назначаю встречу в офисе, понимаете? И мы уже более конструктивно говорим о нашем проекте, о нашей фирме биозан, о наших возможностях, о нашем маркетинг-плане. Вот такая информация. Еще хочу вас немножко предупредить. Вы не отчаивайтесь, если, так говорится, каждый второй не придет, не позвонит и так далее. Это так и должно быть. Самая нормальная статистика из десяти контактов придет два человека. Это вот самая нормальная статистика. Поэтому, а если у вас из десяти контактов придет три, четыре или пять, это шикарная статистика, понимаете? Поэтому два из десяти, если придут к вам навстречу, как говорится, это очень хороший результат. Нас проработали эти два контакта. На следующий день как бы мы идем уже на следующую охоту с холодными контактами. Выходим на улицу, собираем опять десять контактов и опять прорабатываем эти десять контактов до тех пор, пока у нас не оформится, человек не вступит в бизнес-проект именно в компанию Биозан. Если люди вступили уже в этот наш, заключили с нами контракт, да, или вот соглашение, да, то важно не оставлять этого человека. А вот тут этим людям показать перспективы нашего маркетинг-плана, перспективы нашего шикарного маркетинг-плана, и дальше будет. Все прекрасно, человек будет продолжать или, будем так сказать, копировать вас. Понимаете, вы будете, как вы работаете, новички, как правило, смотрят на то, как вы работаете. И, как правило, у нас бизнес, будем сказать, обезьяний. И они вас обязательно повторят. Это с людьми с молодыми. Но большинство людей, как правило, сейчас, как Катя правильно сказала, что наш контингент – это 40+, 50+, и 60+. Вот я с молодыми контактами пока работаю слабо, я вам сразу признаюсь. Я более оперативно работаю со своими, вот с этой категорией людей 50-60+. Почему? Потому что я сама в возрасте 60+, и мне более комфортно работать с этой категорией людей. Здесь я совсем по-другому работаю, потому что эту категорию людей интересует, как говорится, в основном только как бы больше интересует здоровье и профилактика здоровья. Здесь я уже другие места ищу, выбираю места это. Значит, места, то есть я иногда хожу прямо в больницу. Специально идем в больницу на какой-то прием или там когда-то, или где-то на скамеечках, как говорится, около домов, либо на скамеечках, на остановках. Сидит женщина, как пожилые, они присаживаются. Я подхожу и присаживаюсь рядом с ними, понимаете? И как правило, вот здесь вот у этих людей нужно обязательно вызвать людей на разговор. Для этого что мы делаем? Не обязательно сразу говорить бизнес-проект, это ни в коем случае не говорите. В этом случае я всегда говорю людям, здравствуйте, какой-то вопрос вот в данный момент, смотрите, вот там там загорит, как вы считаете, вот напротив остановки у нас там говорится, как вы считаете, вот какой-то вопрос, вот цветы смотрите, как вы считаете. Ой, да, как хорошо эти цветы посажены. Или около дворей я говорю, смотрите, как у вас хорошо ухоженный полисадник. Извините, а кто ухаживает и так далее. Главное завести разговор с таким человеком на любую тему его интересующую. И мы, как правило, у нас начинается, ну как бы разговор, такой обоюдный разговор. Поговорили, вот давайте пример один, вот последний пример, около моего дома, около моего дома в соседнем подъезде. Сидит женщина, я схожу к ней, ой, говорю, как, вот кто ухаживает за вашим полисадником, какая красота, у вас какие цветы, какие тюльпаны расцвеленные. Ой, да, у нас такая женщина ухаживает. Мы разговаривали, я говорю, видите, как хорошо. А вы сидите, вот у вас, как говорят, никуда не идете. А как у вас здоровье? Я плавно перевожу разговор на здоровье, да. И она говорит, ой, да вы знаете, вот ой, как в последнее время ножки болят. Вот не могу даже подняться на третьем этаже живу. Не могу подняться на третий этаж. А что вы делаете для того, чтобы улучшить? В больницу ходила сколько раз, а толку что? Это просто я вам пример, вот один из последних. Я говорю, ну и что вам рекомендовали? Да вот, что не рекомендуется, а толку с какого? И я начинаю даже интересоваться, а что вам порекомендовали? Она дает те таблеточки, которые она пьет, да, от суставов. Я им говорю, а вы читали инструкцию на эти таблеточки? Она говорит, конечно, читала. А вы там побочные действия этих таблеточек читали? Ой, конечно. И она опять соглашается. Вы знаете, я с ней разговариваю про ее здоровье, и постоянно вывожу ее на разговор, что она со мной соглашается постоянно. Да, действие таблетки одно лечит, другое калечит. Да, я не получала результатов, сколько не хожу в больницу, не получила результатов, как говорится, по своим суставам. Опять она отвечает мне, да. Я говорю, а вы пробовали в другие компании? Вот вы знаете, я вам сейчас приду, и я здесь перехожу на разговор, перехожу, у меня есть знакомые. Я тогда привожу свой пример. У меня есть личный пример. Я живу на пятом этаже, у меня тоже колени и так далее болели. Я привожу, а вы знаете, а я тоже, как так же, как и вы, лечилась в больнице, но и никакого результата не получила. А вы знаете, а теперь стала ходить в компанию Биозан. И вы знаете, в компании Биозан я приобрела два препарата. Как говорится, я сейчас сегодня вам не буду называть, но посмотрите, у меня какой результат. Я делюсь человеком своим результатом, и я получила хороший результат. И сейчас у меня колени болят. Я легко поднимаюсь на пятый этаж. Я легко передвигаюсь. Передвигаюсь, спрашиваю, вы хотели бы иметь вот так же вот такой результат? Как говорится, она опять отвечает, да. Я говорю, давайте я вам подскажу, где это можно приобрести или приходить. Беру ее телефончик, и потом она говорит, ой, с удовольствием, там телефончик вам. Или давайте, говорю вам, вот есть у вас какое-то время? Выясняю ее, когда у нее свободное время и когда она сможет прийти. Это называю ей адрес и назначаю встречу. Встречу назначать обязательно нужно в офисе компании Биозан. Почему? Не на скамейке. Если вы на скамейке скажете, я вам принесу этот крем. Я крем не называю, никогда вещи не называю. Я ей называю, приходите в компанию Биозан. Называю ей, говорю, это биологическая здравница. Здесь консультации хороших специалистов вы получите. И хороший продукт, где, и привожу к примеру, что я когда-то тоже узнал об этой компании, пришла в эту компанию и получила очень хороший результат. Вот в этих случаях обязательно нужно говорить истории людей, которые получили хороший результат. Потому что в некоторых словах как о продукте и так далее. И ни в коем случае не предлагать продукт. Давайте я вам принесу. Вот если вы начнете предлагать продукт, а давайте я принесу такой крем. Это ошибка. Вы в этом случае, она делает, ой, человек хочет мне что-то продать. А как правило, к этим людям уже вот за последнее время, я сделала себе анализ, что если когда предлагаешь продукт принести и так далее, то есть у людей, особенно пожилого возраста, создаются впечатления, что на них хотят что-то заработать. Поэтому я никогда не предлагаю принести продукт. Я им предлагаю прийти в центр нашей компании Биозан, получить хорошую информацию у хороших специалистов. А у нас здесь очень хорошие специалисты. В лице меня, в лице Кузнецовой Марины, в лице Евениной Ларисы Павловны, в лице людей, которые уже у нашей компании работают и получили. Это Лошадкина Вера Егоровна. Получили очень хорошие результаты. Представляете, вот если вы такую женщину приведете, она придет в компанию Биозан, в наш центр, и пообщается с людьми, которые уже пользуются этим продукцией, у нее возникнет, вы знаете, вот уйти она уже не сможет, и она обязательно будет клиентом нашей компании. Как из этого клиента сделать бизнес-партнера? Часто, вот опять приведу следующий пример, одной, этой же женщины. Женщина приходит ко мне в офис и говорит, да, вот продукты, я говорю, вот Карим Хонд, мы называем цену, вы можете вот этот продукт придать и так далее. И опорно-двигательная система объясняет, что очень никогда не говорите, что вот вы пьете один препарат, и у вас, как говорится, будет шикарный результат, да. Ни в коем случае это обман. И никогда не старайтесь обмануть человека для того, чтобы его привлечь. Мы говорим, что опорно-двигательные препараты, то есть опорно-двигательная система действует длительно, и чтобы восстановить, мы настраиваем человека на длительный срок профилактики этого заболевания, то есть от шести и выше месяцев. Если вы будете постоянно поддерживать свою опорно-двигательную систему в течение шести месяцев года, то вы обязательно получите хороший результат. Вот. Причем, и вы знаете, когда мы говорим, мы говорим, когда человек правду, и человек уже, да, действительно настраивается на длительное приобретение данного препарата. И после того, как человек говорит, да, мне нужен этот препарат, и тут нужно объяснить действие нашей дисконтной, то есть карточки, другими словами, кэшбэка или подарочного бонуса. Представляете, мы им объясняем, а если вы будете постоянно пользоваться в течение определенной нашей продукции, то компания вас благодарит за то, что вы, благодаря за то, что вы оздоравливаетесь, за то, что пользуетесь продукцией компании Биозан в виде подарочного бонуса от 40 до 50 процентов. То есть вы берете продукцию, и здесь мы уже объясняем человеку преимущество вот этой нашей карточки, мы говорим, вы номер, оформляйте себе номер компании Биозан и пользуйтесь льготами, которые предоставляет компания Биозан. Есть категория людей, еще даже скажу вот из этих людей, которые иногда сейчас, ведь люди, пенсионеры, получают очень маленькую пенсию. И представляете, вот еще один случай вам расскажу. Женщина приходит и говорит, а у меня пенсии, извините, 9 и 10 тысяч. Вы знаете, у меня там кредит, у внука и так далее. Я не могу себе позволить. И вы знаете, я этой женщине, вот у меня последний опять случай, я предложаю, пожалуйста, а в нашей компании вы можете приобретать продукцию просто бесплатно. И она говорит, а как это бесплатно? Очень просто. И я ей говорю, вот среди ваших знакомых, смотрите, сколько есть у вас знакомых, у которых такие же проблемы, как у вас, с опорной дверью к ней системы. Она говорит, да, конечно, есть. У меня, у соседей, и она назвала мне человек 10-15, своих знакомых пишет. Я говорю, напишите мне на листочек, пожалуйста, знакомых, у кого у вас проблемы, с опорной дверью к ней системы. И она написала мне 15 человек. Соседку, соседку, свою подругу. Я говорю, пожалуйста, вы пригласите этих людей пользоваться нашей продукцией. И компания вас за это благодарит. Если вы 10... И так оно и получилось. Она ушла, взяла у меня крем Хондор и капсулу Хондора, оформила карточку. И в течение недели от этой женщины мне пришло 12 человек. И все оформили такие карточки. Я потом звоню ей, зовут ее Раиса, Петрова Раиса, Раиса. Я ей потом звоню, здравствуйте, Раиса Васильевна, по-моему. Я ей говорю, Раиса Васильевна, здравствуйте. Я хочу вас обрадовать. У вас на следующем есть будет бонус полторы тысячи. Поэтому вы можете прийти и взять продукцию от компании бесплатно. Вы ее заработали благодаря своему желанию помочь окружающим людям. Вы знаете, у нас ферма всем хорошая. И почему я работаю в этой ферме? Потому что у нас работают все люди, вот окружающие люди, даже некто не ради денег, а ради того, что мы можем, имеем такую шикарную возможность помочь окружающим людям поправить свое здоровье. И наша продукция такая шикарная, действительно, у нас очень хорошие результаты. Результат у нас посередине сосудистой системы, по опорно-двигательной системе. Поэтому мы привлекаем людей, особенно людей пожилого возраста, особенно по холодным контактам, мы просто привлекаем сначала пользоваться продукцией, поправить свое здоровье, а потом говорим, как вы относитесь к окружающим людям? Она говорит, конечно, вы хотели бы, чтобы ваши окружающие люди не болели, прекрасно себя чувствовали и в старости своей были полноценными людьми, как говорится. Они, конечно, да, тогда сделайте, выполните миссию нашей фермы, подалите людям возможность пользоваться нашей продукцией и жить здорово. И все. И люди начинают верить в нашу компанию, потому что они получают хорошие результаты и приглашают пользоваться нашей продукцией своих близких и знакомых для того, чтобы не забывайте всегда, единственное, что еще не забывайте всегда, таких людей, когда вы приглашаете такого человека, пускай он сядет с вами за стол и напишет список своих знакомых. Вот это обязательное условие для работы с людьми по холодным контактам. Потому что некоторые люди в виде своего стеснения, в виде своего, как говорится, ну, как бы интеллекта, да, просто не могут обратиться к своим окружающим знакомым. Тогда я как с ними работаю? Просто люди, которые пришли ко мне по холодному контакту, я попрошу их вписать список своих знакомых, у кого, кто хотел бы поправить свое здоровье. И, а второй список, если есть у вас знакомый, который имеет финансовые недостатки, финансовые, как бы, ну, ну, мало получают денег, финансовые, как бы, задумки, ну, как бы, чтобы их, денег у них нету, кто хотел бы заработать денег, вот. И мы с теми, кто хорошо хочет, я сразу беру этот список, и мы начинаем вместе с этой женщиной работать со списком знакомых, понимаете? Мы им звоним, и я их приглашаю в нашу компанию. Кто хочет поправить здоровье, приглашаем поправить здоровье. Кто хочет иметь дополнительный заработок, приглашаем дополнительный заработок. И с каждым человеком мы работаем отдельно. То есть, объясняем, кто хочет работать, иметь дополнительный заработок, объясняем, показываем, где лежат денежки у нас в компании. А кто, а сам, а кто хочет поправить здоровье, то есть, приглашаем тоже, что у нас есть такие шикарные возможности, показываем истории по здоровью, делим со своими результатами, своими результатами по продукции. Они смотрят, и обязательно никогда не работайте с человеком, особенно по холодным контактам один на один. Вот здесь работает, как бы, как вам объяснить, что командная работа, понимаете, вот когда человек приходит, я вот когда, я просто беру контакт у человека, когда работаю по холодным контактам, и тоже приглашаю его, назначаю встречу в офисе. А в офисе всегда должен быть ТЕ работ и твои сторонники нашей компании, неважно кто, даже с твоей структуры, с другой структуры, и когда человек приходит, у нас у всех, знаете, когда мы говорим про продукцию, у нас глаза горят, у нас эмоции совсем другие, и когда человек пообщается в кругу наших биозановцев, он говорит, я тоже хочу быть с вами, понимаете, и вот, а когда ты один на один уже какое-то неверие человека, а когда пообщается в офисе с людьми из нашей компании биозан, с одним, со вторым, с третьим, и у него создает тушь, у него никаких сомнений не возникает, и он оформляет нашу компанию биозан. А дальше мы показываем ему, где у нас, как здесь можно работать. Никогда не бросайте человека, которого вы привели с улицы, то есть человек, вы его не оставляете, вы приглашаете на презентации, на школы, на занятия, и он будет как бы с вами вместе в вашей команде, тогда этот человек будет перспективным. А если вы его оформили, как говорит компания биозан, и оставили, и забыли, этот человек, как правило, частенько уйдет со временем, понимаете, потому что, как вам объяснить, он попользуется продукцией, даже если он получит хороший результат, иногда бывают такие случаи, он попользовался продукцией, получил хороший результат и говорит, ну и ладно, у меня все теперь хорошо, у меня уже продукция компания, надо человека вывести, как говорится, на желание помочь другим людям, это одно, чтобы он старался привлечь его к себе, чем мы занимаемся, мы в компании биозан помогаем окружающим людям, окружающим нас людей быть здоровыми, или мы в компании биозан помогаем людям быть финансово независимыми, вот таким образом я потихонечку, полигонечку работаю с окружающими людьми, то есть и еще, часто еще вот может быть еще мой характер, вы знаете, я никогда не могу пройти мимо чужой беды или либо здесь по здоровью, либо чужой боли, мне даже сын, как-то мы идем, идет женщина, и у ней смотрю, видно на ножках варикоз, и я сразу, ой, Саша, вот ей бы наш венозан, а мне сын говорит, мам, ну ты, наверное, больная, я говорю, то есть, видите, у меня уже сразу создается впечатление, что человеку надо помочь, и я немножко иду вперед, ее опережаю, иду уже вместе с ней, и говорю, здравствуйте, она, ой, здравствуйте, я говорю, а вы куда направляетесь, как говорится она, да вот, ой, и я как раз сюда, ой, нам с вами по пути, все, завели разговор, потом, я начинаю, я не говорю, вы знаете, неэтично было бы сказать, сейчас другая бы сказала, ой, у вас венозное расширение, я этого не говорю совершенно, я начинаю, ой, здравствуйте, как ваш, я начинаю, вы знаете, пусть у меня не было расширения, это, варикозное, и я им говорю, вы знаете, что бы я вам хотела рассказать, и она, а что, я говорю, вы знаете, я вот как-то раз ходила, сейчас иду, знаете, из такой-то компании, компания Биозан. Хотите, поделюсь? А у меня было... И я начинаю рассказывать историю, как я освободилась от варикоза. Да? Я не говорю, что у нее варикоз. Я просто говорю, я иду из компании Биозан. Вы знаете, я там пользовалась таким кремом Винозан, еще попила тонус. У меня было такое венозное расширение. Вен ножки ночью сводила. Как говорится, я не могла ночью вставала, делала упражнения. И не могла никак от этого избавиться. И просто мимолетом рассказывая историю. Историю, как я освободилась от венозного расширения Вен. Она потом мне говорит, вы знаете, а у меня ведь тоже такая проблема. А где это... И уже вопросы. А где это взять? А где это компания Биозан? И она уже... Я говорю, а давайте я вам с телефончиками обменяемся и приходить, когда у вас есть время свободное. Она говорит, вот так, 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 и все. И я уже назначаю ей встречу. Представляете? Опять, как я проработала с холодным контактом. Понятно. Теперь еще. Частенько я у меня... Я получила хороший результат по зрению, да? Я частенько иногда веду молодежь в очках, кто... или женщины пожилого возраста, как говорится. Я частенько к этим людям подсаживаюсь и говорю, как у вас со зрением? Она, ой, да вы что, плохо вижу. Вон, какой троллейбус едет не вижу. Я говорю, вон, седьмой. И уже говорю, а что у вас плохо со зрением? Она говорит, да, плохо. А я вот... И опять я рассказываю свою историю, как я восстановила зрение за два года с минус шесть с половиной до минуса четырех. И вы говорите, а где это? И опять у женщины возникает такое, а где это? А чем вы пользовались? Я говорю, ой, давайте я приглашу в эту компанию. Где я пользовалась и где я взяла хорошие препараты, которые помогли мне исправить вот этот недуг. И, как правило, человеку и обязательно спрашивайте, когда у вас есть свободное время и назначайте время обязательно. И самое главное, обязательно обменяйтесь телефонами. Потому что есть категория людей, которые поговорили и забыли. Я через некоторое время звать. Здравствуйте, Мария Андреевна. Вот ваш телефончик вы мне дали вон там на остановочке. Вы не забыли, что вы должны прийти, как говорится, вот в такое-то время, в такое-то час. Мы с вами договорились. Ой, спасибо, вы напомнили, а то я уже как бы... Понимаете? Никогда не оставлю. Доводите свой разговор, свое общение, с незнакомым человеком всегда до конца. То есть до приходов. Я считаю, что, как говорится, самое главное, мое это мнение, как вы там думаете, я не знаю, но мое мнение, самое главное, привести человека в наш дилерский центр. Почему? Потому что, если мы показали дорогу человеку в наш дилерский центр, сегодня она что-то даже пришла, не купила, на следующий день и что-то случилось, она уже знает, куда прийти. Она знает уже, к кому обратиться. Понимаете? И если в центре у нас доброжелательное такое, хорошее отношение, то человек всегда будет приходить, как говорится, в наш центр и всегда искать помощь. Иногда бывают такие даже ситуации, вот человек, «Ой, я в это не верю». А вот были у меня сколько стоят. Я вот не верю, я вот только верю врачам. В итоге, раз они сходили в больницу, результата никакого не получили. И потом вспоминают, что когда-то получили информацию от меня, «А дай-ка я схожу туда, может мне…» И получается, одна женщина пришла прямо через 3, через 4 месяца ко мне и говорит, «Эх, вы мне когда-то говорили вот про этот продукт, я там в больнице, я полежала в больнице, полгода прошло и никакого результата». Я к вам пришла, может быть, может, у вас что-то поможет. Понимаете, самое главное вот среди холодных контактов, среди населения все эти семена позитива, и они когда-то прорастут. Поэтому, я, наверное, уже много говорю, что-то еще, если какие-то вопросы у кого-то возникнут, вы звоните. Сегодня я просто поделилась не то, что как работать, я сегодня поделилась, как я, это воспринимаю, и как я стараюсь работать на улице с незнакомыми людьми. И часто, вы знаете, что я заметила, вот незнакомые людьми, они больше проявляют доверие, чем, например, твои родственники. У меня почему-то вот вот я родственник, много говорю, как говорится, они как-то вот относятся, как говорится, ну, принесешь, ну, подумаешь, что там принесешь, но оформляться, оформляться, они почему-то не хотят. А вот люди со стороны, которые, говорят, проникнутся нашей компанией, проникнутся нашей продукцией, проникнутся нашим шикарным маркетингом, они как-то остаются с нами. И самое главное, знаете, вот иногда даже, когда вы оформили первых, например, вот есть новичкам, какой я хотела бы совет дать. Вот у нас в компании Биозан очень шикарный маркетинг. Что нужно сделать? Нужно из всех категорий людей, своих потребителей, мы основные, я сначала оформляю потребителей. Например, когда 10 человек я оформлю, и потом из этих 10 человек, я ищу 4 активных, активных человека, которые хотели бы продолжить наше дело точно так же, как и я. То есть активно работать. То есть я им объясняю, у нас есть такая программа. Наверное, 4. Если каждый из моих четырех в первой веточке приведет 4 человека, то 4 человека отнесутся к нашей компании доброжелательной, к нашей миссии, что мы дарим людям возможность поправить свое здоровье. Мы дарим людям возможность получить хорошую финансовую независимость, быть независимым человеком, понимаете. Вот. И если они продолжат наше дело, тогда у нас стабильно развивается бизнес, наш маркетинг-план, и мы получаем стабильность и бонус стабильности. Что я и сделала. Я в первом месте уже получил первый и второй бонус стабильности. В этом месте я стараюсь перейти на третий бонус стабильности. Если мы продолжаем активно работать в нашей компании, у нас большие великие перспективы. Только не расхолаживайтесь. А самое главное в нашей компании дарить людям здоровье. Дарить. Вот это мне очень нравится. Это мое. Я когда-то об этом мечтала. Дарить людям хорошее настроение, хорошее здоровье. И поэтому люди благодарны нам за то, что мы приводим их в эту компанию и объясняем им наш маркетинг план. Ну вот, наверное, я уже, наверное, повторяюсь. Поэтому на этом я заканчиваю. Желаю всем успеха в нашей шикарной компании. Всего вам доброго. Любушка, благодарим искренне. Вопросик такой. Расскажи, пожалуйста, про глазки. Слышали многие результаты? На программе очищения сколько килограмм ты убрала на детоксе? На программе очищения я убрала, смотрите, когда у нас было, по-моему, программа очищения у нас была в сентябре, когда было вот этот шесть, за шесть тысяч я купила это где-то уже, наверное, в сентябре, наверное, да? Вот сейчас не помню месяц. Я купила эту программу очищения. В нее входила значит, печень. Значит, давайте сначала, как я пила. Я, значит, семь дней настаивала чай-печень, я настаивала пол-литра в банке и пила три раза в день натощак. Так прошло семь дней. Дальше я подключила антипаразитаны и паразиклин. Вот как раз хватило мне на пятнадцать дней. После я подключила формулу очищения. Формулу очищения я пила утром пять капель и вечером пять капель. во время того, как я пила формулу очищения, вечерами я езжу вот на всей протяжении всей этой программы по утрам я пила биодетокс то есть по пакетику а вечером я пила формулу жизни по пакетику. То есть вместо вечера вместо еды после шести я не кушала на кефирчике или на йогурте разводила пакет формулу жизни и выпивала. Вот прошло вот в течение месяца я принимала эту программу но конечно я до этого тоже принимала продукцию компанию это до почему я вам хочу сказать я месяца два назад вставала на весе было восемьдесят семь килограмм вот когда я пропила эту программу в конце месяца я встала на весы и встала шестьдесят семь килограмм я не поверила весам думаю ё-моё может у меня весы сломались пошла к подруге Гале Мамаевой Галь ну-ка у меня что-то шестьдесят семь килограмм встала на ее весы тоже шестьдесят семь килограмм я не поверила я сняла двадцать килограмм за каких-то три месяца то есть вот до до программы очищения я тоже пила продукцию и потом в течение месяца пила форму программа очищения конечно я по утрам делала зарядку и после шести совершенно ничего не только форму молодости на кефире и вот результат и на сегодняшний день видите я вот так я в общем где-то у меня был пятьдесят до если снять фотографию как-нибудь я покажу вам я была пятьдесят сколько у меня было пятьдесят шесть килограмм пятьдесят два килограмма пятьдесят шестой размер или так далее в общем а сейчас у меня вот внизу даже мне говорят вот здесь вообще вот я говорю чего ноги такие худые почему ну единственное что у меня вот в теле все похудело единственный недостаток у меня как вот груди груди они были у меня как большие да это наоборот достаток ты что это же достаток да все остальное ну мне тут все ну мне девчонки вот мне ты больно худая стала тут rid ну в общем девчонки я 20 килограмм убрала, я прям даже сама не поверила. Вот. То есть вот таким образом. На программе очищения. Вот. Любочка, искренне тебя благодарим. Искренне-искренне благодарим тебя. Вот. Ты большая молодец, что с нами делишься. Вот. Ну, дарим тебе на выбор или морской ёжик, чтобы твоё зрение лучше восстановилось, или трипанк с ятазаном выберешь, что тебе надо. Спасибо. Вот. Большое спасибо. Вот посмотрите. Два года прошло. У меня уже зрение. Вот эти очки буквально минус четыре. Но, Кать, я уже в них что-то некомфортно себя чувствую. Хочу в ближайшее время пойти. Может, у меня минус три и так далее. То есть я думаю, что через года два я вообще сниму очки. Если бы поставила цель побыстрее, то быстрее бы сняла. Всё зависит от нашей жизни. Потому что у меня же у кого-то дальнозоркость объясняет, что у них быстрее, а у меня близорукость. Она поддаётся более длительному восстановлению. Мне так врач когда сказал, когда я в последний раз ходила, я удивляюсь, говорит, что у вас такой результат. Вот. Поэтому будем стараться. Спасибо за подарок. Буду пить и закапывать капельки. Так, замечательно, замечательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!